На встречу футболу Ну что, друзья, пора теперь уже и к другим аналогиям или параллельно совершавшимся историям футбольным обратиться. Мы очень много говорили о том, что «Зенит» уничтожил «Спартак» со счетом 7-1. Об этом просто приятно лишний раз вспомнить. Но говорили мы точно так же о том, что очень много вообще в Европе, в европейскую футбольную неделю происходило разных разгромов, в том числе и тяжелых поражений. Но особенно, естественно, в северо-западном дерби, где встречались Ливерпуль и Манчестер Юнайтед, многих растрогало, как гостевая команда Мерсисайдская забила 5 безответных мячей Манчестер Юнайтед. Что меня растрогало дополнительно... — Криштиану не забил? — Забил, но не засчитали. Но даже я бы сказал больше. Он забил уже после того, как 5 мячей были пропущены. Вар показал, что он в офсайте получал мяч. Но самое потрясающее — еще 50-я минута не закончилась, а счет уже стал 0-5. То есть вот по 10 мячей в среднем на каждый гол. — По 10 минут. — Да, по 10 минут, и это просто не умещается в голове. И то, как легко забивались эти мячи, то, на что был похож... А я до сих пор не понимаю, на что именно Манчестер Юнайтед в этом матче. Не то, чтобы он был настолько плох, но выглядел он очень болезненно, на мой взгляд, нездорово. Это обидно, учитывая, что мы думали, вот она, новая эпоха Манчестер Юнайтед. Мы не все здесь болельщики. Да, кого-то из наших сотрудников на радио «Зенит» можно в детских каких-то, старых, юношеских симпатиях заподотрить к манкунянцам. — Они, между прочим, не скрывают их, надо сказать, некоторые сотрудники. — Да, я, по-моему, последний раз за Манчестер Юнайтед болел в финале Лиги Чемпионов, кажется, когда они встречались с Челси в Москве, насколько я помню. Ну, и я помню, как Манчестер Юнайтед выиграл Лигу Чемпионов в тот же день, когда «Зенит» выиграл Кубок России в 99-м году. Ну, вот так бывает тоже. Но, в целом, мне просто по-человечески обидно, что столько трат, столько сил, и на выходе происходят вот подобные вещи, которые заставляют поневоле задуматься о многом. Ну, мы, Игорь Евдокимов, Михаил Кристинин, поговорим сейчас вместе с вами, друзья, и, конечно же, с нашим экспертом, автором видеоблога, Стрэдфорд энд Раша, Алексеем Хорошилом, о том, что произошло и на что будет похож английский футбол, в том числе по итогам этого результата. Алексей, добрый вечер. — Добрый, добрый вечер. — Ну, понятно, что спрашивать, как у вас впечатление от увиденного я, наверное, не буду. Из всех самых банальных вопросов этот уж наименее уместен в данном обстоятельстве. Можно ли сказать, что все это входит в какую-то тенденцию? Уже четыре матча без побед, из этих четырех матчей только один принес хотя бы одно очко с Эвертоном, и вот насколько вообще к этому шло, насколько это стало не то, что громом среди ясного неба, были ли серьезные причины ждать вот такого недомогания в матче с Ливерпулем? — Честно говоря, не было. Анализируя, ну, точнее, как не было, анализируя последние именно матчи, все должно было перемениться для Манчестера Юнайтед, на мой взгляд, после перерыва на матчах сборных. И оно переменилось, как бы, после тех неудачных матчей с Астенвиллой и с Эвертоном. Оно переменилось, но только не в лучшую, а в худшую сторону, к сожалению. Потому что то, насколько был Юнайтед открыт против Лестера в середине поля, это, конечно, ужасно. То, насколько позволяли, опять же, проходить через центр и насколько плохо сыграли в двух последних матчах Люк Шоу и Харри Магуайр, собственно, те люди, от которых вы не ожидаете, что... Ну, то есть, они были лучшими игроками, одним из лучших футболистов прошлого сезона, как в Манчестере Юнайтед, так и в сборной Англии. А вот старт этого сезона получился не таким уж шикарным. Ну, и, конечно, то, что происходило на Олд Траффорд пару дней назад, это ужасно. Это ужасно, отвратительно. И еще более отвратительно для меня, как для болельщика Манчестера Юнайтед, то, что Ливерпуль намеренно это делал. Ливерпуль намеренно, как бы, форсил, заставлял Манчестер Юнайтед играть через фланги, потому что и разрывалось при этом через центр. То есть, они играли на своих сильных сторонах и на слабых сторонах Манчестер Юнайтед. А Юнайтед, как раз-таки, вот то, что Оли хорошо очень делал первые свои два с половиной, там, три сезона, он очень хорошо готовился к топ-клубам. Он очень здорово продумал под них тактику. А в этот раз как-то совершенно ничего не получилось. Ну, и защита, конечно, этому совершенно не помогала. Да, ну, там, действительно, вот насчет того, что это было ужасно, я с вами соглашусь, особенно, когда еще и при счете 0-5 удаление пошли, когда там Погба своему, вообще-то, брату, можно сказать, по национальности Наби Кейта чуть не оторвал ногу. Ну, ладно, там можно много чего вспомнить. Говоря о выводах, вот вы уже упомянули Оля Гунра Сульшера, о котором сейчас, ну, говорят больше, чем о ком бы то ни было из цикла. Все нормально, футболисты, ну, проиграли и проиграли, а тренер не оправдывает надежды. Уже и продлили, уже и контракт у него такой долгий, да, до 2024 года. Уже и всех футболистов купили, ну, из цикла все дело в нем. Насколько, на ваш взгляд, все зациклились на том, что здесь несет ответственность тренер, а не отдельно взятые игроки, и в том числе, может быть, не лидеры команды. Немножко это все перекашивается, естественно, в сторону тренера, потому что публика в Манчестер Юнайтед сейчас понимает то, что Сульшер получил гораздо больше времени, чем более титулованные тренеры, которые работали в Манчестер Юнайтед до него. Тот же Вангал и Мауриню они покинули Юнайтед значительно раньше. А Сульшер, дескать, без каких-либо выигрышей, потому что Мауриню выигрывал кубки, и Вангал выигрывал кубок Англии за два года, Сульшер не выигрывает ничего, но при этом сохраняет свою должность, поэтому это немного кажется нелогичным в голове кого-то. Я лично считаю то, что вот до начала этого сезона Оля абсолютно заслуживал то, что он получил столько времени, он проделал фантастическую работу, и он показывал прогресс от сезона к сезону. Но беда просто для Оли в том, что с покупками, которые были в это трансферное окно, ну фактически Варан и Санчо, окей, это были плановые покупки, но вот покупка Криштиану Роналду, она сыграла с Оли злую шутку, потому что от претендентов на борьбу за чемпионство, то есть от возможных претендентов, при этом Юнайтед назывался там в качестве третьего или четвертого клуба, который будет претендовать на чемпионство после перехода Варана и Санчо, то с приходом Роналду Юнайтед автоматически стал вторым сразу после Сити, чуть ли не первым, учитывая то, что у Сити нет нападающего, а Юнайтед получил свою легенду и лучшего игрока, возможно, за последнее время. Поэтому, да, все сконцентрировано на Сульшере, и если смотреть по истории, то покинул же Замуринио именно после проигрыша Ливерпулю, свой тренерский пост, ну, Ван Гау покинул по другим причинам, и в этом свете, ну, как бы, виделось логичным, наверное, то, что после такого перформанса на Утрафорд фанаты, даже те, кто сидели на трибунах и всегда поддерживали тренера, даже они стали уходить со стадиона после того, как за 50 минут ты пропускаешь 5 голов. Ну, это просто недостаточно хорошо. С другой стороны, анализируя все эти вещи, конечно, лидеры должны брать на себя ответственность. Конечно, и Харри Магуайр, и Криштиану Роналду, и даже Бруно Фернандеш, и Люк Шоу, это все люди, которые, ну, как бы, они должны делать какие-то базовые вещи хорошо, поэтому они являются профессиональными футболистами топового уровня, потому что они не допускают детских ошибок. А вот у них не пошло, что у Люка Шоу, что у Харри Магуайра, вот эта мискоммуникация, когда Юнасин пропускал два мяча из первых трех, это абсолютно какие-то детские ошибки, и винить здесь тренера, наверное, не стоит. Но, тем не менее, кресло по доле прям очень сильно шатается, но вот сегодня уже пришла информация, что клуб, в общем-то, даст ему время хотя бы подготовить команду на матч против Тотт Нехэма. Я думаю, что сейчас все будет решаться, не на долгосрочную перспективу, потому что сейчас перерыв на матч сборных близко, и, ну, безусловно, как бы Сулшеру дадут доработать, скорее всего, вот этот отрезок до перерыва на матч сборных. А дальше вопрос в том, насколько руководство будет, на мой взгляд, подвержено панике, потому что то, как Юнайтед менял тренеров до этого, это паника. Это паника в желании схватить что-то, что, ну, как бы, лучшее из доступного, потому что Вангал, вроде как, был доступен из всех вот тренеров, которые были. Вангал, вроде, был лучшим в тот момент, когда увольняли Моэса, поэтому, вроде, взяли Вангала. Тут вот Джозе был, вроде, доступен, опять выкинули Вангала, просто взяли то, что, ну, как бы, лучшего из доступных. С Сулшером была абсолютно другая ситуация. Мне кажется, что здесь руководство правильно сделало, что не стало паниковать снова, потому что очень много шума было последние сутки про Конте и про Зидана, но насколько и тот, и другой подходит Манчестер Юнайтед в этом самый большой вопрос. И стоит ли менять Сулшера, снова хватая лучшее из доступного, но, может быть, не того тренера, которого Манчестер Юнайтед бы хотел. Это правда. В этом самый большой вопрос. Это важный момент, учитывая, что у Конте не то, чтобы супер получилось в Англии, ну, ждали, наверное, все-таки немножко большего. А Зинадин Зидан вообще один из немногих топ-тренеров планеты, кто не знает английского языка. Это же, кстати, очень часто вскрывалось, как он будет там работать. Я просто не представляю, хоть там и есть люди, которые с ним на одном языке могут говорить. А все-таки, как вы считаете, вот в завершении невозможно не спросить, насколько во всем этом не то, чтобы вина роль Криштиана Роналду. Понятно, что он немножко иначе относится, наверное, ко всем, в том числе и к Сулшеру, с которым они еще успели пересечься, как действующие игроки, так уж получилось, настолько давно играет Роналду. И кажется, что здесь очень может быть такая история, как когда-то в Барселоне, именно под этого парня, там под Месси, а здесь под Роналду будут находить нового тренера. Может такое здесь быть? И насколько от него многое зависит еще и в кулуарных планах? Думаю, что это не исключено и зависит действительно от Криштиана Роналду очень много. Как бы мы не хотели это не признавать, и вся вот эта сказка с возвращением домой, с Фергюсоном и так далее. Но Криштиану Роналду заметно влияет на игру команды. Тем не менее, он не является, на мой взгляд, сейчас безкомпромиссным лидером этой команды. Потому что безкомпромиссный лидер этой команды это Бруно Фернандеш. И чем скорее Сульшер донесет это до Роналду и до всех остальных, чем скорее все это поймут и как-то уживутся с этой мыслью, тем быстрее в Манчестере Юнайтед должно что-то наладиться. Потому что мы сейчас даже видим немножко, мне кажется, плоды этого. Потому что, имея Криштиану Роналду в своей штрафной, и имея футболистов а-ля Алекс Телес и Люк Шоу, которые умеют хорошо навешивать в штрафную, мы все равно видим то, что этих кроссов в штрафную, их не прям много. То есть люди подают в штрафную, когда уже нет, вроде кажется, другого варианта. То есть мне кажется, что в этом тоже есть небольшая проблема. То, что команде немного не хватает вот этой естественности. То, что там сказали, мы не будем сильно зависеть от Роналду. И теперь вместо того, чтобы делать просто кроссы, которые Роналду может вымыкать, мы пытаемся в какой-то там комбинационный футбол впереди более-менее играть. То есть что-то разыгрывать до верного. Когда, может быть, как раз-таки мы бы забивали больше голов, просто подавая на Криштиану Роналду. Как бы отвечая на вопрос комплексно, ну что-то должно меняться. И мне кажется, что для Сульшера сейчас основное, это, ну как бы основной критерией успеха будет то, насколько он сможет сменить своих фаворитов. Потому что мы все знаем про пару МакФред, которые играют, да, МакТомин и Фред, которые прям фавориты Сульшера, потому что они дают определенные преимущества твоей команде. Но их связка в последних двух-трех матчах вообще не работала. А, собственно, они играли в опорной зоне с Ливерпулем, это факт. Да, Алексей, спасибо вам большое. Да, спасибо вам большое, что пригласили. Будем надеяться, что в Мачестере все изменится к лучшему. Ну, я, честно, искренне на это тоже надеюсь. Спасибо большое. Алексей Хорошилов, автор видеоблога Stratford & Russia, был у нас. Истеричность — это худший советник бизнеса. Это мы видели одну знакомую нам всем истеричную команду из столицы нашей страны. Правда. Команда, которая просуществует в принципе в истерике. И тренеров меняет, и даже в цветах совпадает. Хотя и не во всех, да. Аналогий-то много на самом деле. Вот только Криштиану не они приобрели. И поэтому катастрофа в Манчестере, наверное, со стороны кажется еще более серьезной, что ли. Ну, какой Зидан может быть в Манчестере на этот вообще в армии? Криштиану играл? Зидан. Не играл в смысле, работал? Работал. Ну, может быть, он и найдет вот этот момент. Ну, как? Все-таки он работал в команде, где Криштиану работал на команду. В том числе. В том числе. Но здесь совсем другие условия. Я вот просто себе не представляю. Он привык тащить из того, что есть. А здесь, наоборот, нужно справляться с тем, что тебе предлагают, с огромным количеством футболистов, чтобы никто при этом не хворал и не был обижен. Но это, ладно, отдельная история. Для другой программы, а сегодняшний выпуск «Навстречу футболу» завершен. Игорь Дакимов, Михаил Кристинин. Движемся «Навстречу футболу» вместе на радио «Зенит». Счастливо! Продолжение следует...